Торжественное мероприятие Сотрудники музея ВВС регулярно проводят такие мероприятия. Здесь принимали в кадеты учащихся из многих школ нашего муниципалитета, а также из соседних. Каждый раз здесь звучит клятва на верность Родине, которую произносят ее будущие защитники. «Вступая в ряды кадет, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь! Быть дисциплинированным, честным и надежным товарищем! Строго соблюдать устав школы и кодус в честь кадета!» Ребят поздравил с принятием торжественной клятвы кадетов председатель Совета ветеранов Монина Алексей Серажин. Нам, ветеранам, приятно видеть, что молодежь стремится, во-первых, получить знания, а во-вторых, изучить историю и вырасти защитником нашей Родины. «Мы рады с вами встречаться. Вы не первые здесь у нас. Но то, что вы сейчас делаете со своими руководителями, это благо для нашей страны». Для Свердловской школы принятие в кадеты 38 пятиклассников – очень значимое событие. «Сегодня впервые в истории нашей школы воспитанники пятого А-класса приняли клятву кадета. Этот важный выбор предполагает быть примерным в учебе, в спорте, в дисциплине. Одним словом – быть маяком для всех». Этот день для принятия в кадеты был выбран не случайно. Офицеру спецназа Михаилу Марченко, который совершил подвиг в 2002 году в Чечне и чье имя носит школа, где он учился, исполнилось бы в этот день 54 года. Ребята приняли присягу кадетов в день рождения героя, на которого хотят равняться. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...